Особое мнение на 101FM Понятно. Мы начнем с вами с выборов, наверное, да, Николай? В общем, я не знаю, конечно, насколько у вас вы улыбаетесь Я вчера вечером прогуливаясь по территории, не избирательного округа, а просто вокруг дома, встретил, представляешь себя, кандидата в депутаты Так, не трогать проводочек Встретил кандидата в депутаты, фамилию называть не буду, который ходил с фотоаппаратом и фиксировал недостатки, недоделки для своей программы То есть выборы каким-то образом идут Идут Мы все видим сейчас, что потихонечку уже началась движуха какая-то с предвыборной агитацией То, о чем мы на прошлой неделе говорили, да, о том, что не видно, не слышно вообще никого, никаких ни кандидатов, ни политических партий Видим, что появилась уже наружная реклама, баннеры, а часть ее уже даже испортить успели, если мы говорим про одного из кандидатов Мы можем сказать конкретно, что испортить, да, успели, лозунг, очень, между прочим, здорово успели его подпортить И там ведь даже дело не в том, сам по себе лозунг, который был, а лозунг такой, все говорят, а мы делаем, да Он до такой степени, извини, а не тупой В смысле? А вот ты подумай сама, что значит все говорят, а мы делаем Вообще-то человек отличается от животного мира тем, что он говорит Так Да, и зачастую, без того, чтобы что-нибудь умное сказать, невозможно ничего, собственно, и сделать Здесь получается, что есть некие люди, которые, мать их за ногу, говорят, понимаешь, дармоеды говорят А мы делаем, неандертальцы, что ли, мы тоже говорить должны То есть сам по себе лозунг, дело в том, что, как и многие другие предвыборные лозунги Это использовано раз уже 800, наверное, там, с начала российских выборов И если первый раз вот такого рода лозунг, такого рода лозунг бессодержательный, он может сработать Вот, извини, без всякого политического контекста, просто скажу, да, без всяких там дел Вот был лозунг в 12-м году, помнишь, план Путина, победа России Кто-нибудь видел этот план? Никто Но лозунг сработал, понимаешь? Если второй раз Владимир Владимирович с ним уже выйдет, он уже, понимаешь, за то время, которое прошло, его уже тысячу раз там прохохотали, продумали И второй раз он будет восприниматься как в минус То же самое с этим, извини, на самом деле, идиотским лозунгом все говорят, и мы делаем То, что получилось, получилось гораздо интереснее и привлекательнее Все говорят, а мы лаем Понимаешь? Это может сработать самое, что прикольное В смысле, в пользу кандидата или в минус ему? По крайней мере, запомнится, что он не тупой неандерталец, он веселый мужик Понимаешь? Поэтому я считаю, что многие из тех лозунгов, которые я сейчас вижу, которые повесили Опять же, раз мы не называем кандидатами, да, они изначально не работающие, потому что мы это видели уже раз 50 Причем, скажем так, у одного из кандидатов в губернаторы, там, какой-то он там красный, условно говоря, хороший, и свой, да? Слушай, во-первых, это уже был этот лозунг немножко в другой И другой интерпретации, но он был связан совершенно не с политикой, он был связан с одним из средств массовой информации популярным, да? Причем популярным в таком, знаешь, современном ключе, таком хихиха-ха, вот И он был, он точно так же звучал, и там одно слово поменялось Кроме того, не забывайте, что у нас есть еще и портал свой, Кировский, РУ, да, где тоже вот это слово «свой», оно там это обыгрывается То есть здесь человек не поймет, что он рекламирует, понимаешь? Потому что сам по себе лозунг, может быть, и был хорош, когда первый раз появился с хорошим акцентом на слово «свой» Ну, после того, как он еще дважды прошел Ну, как там звучит-то все? Свой? Ну, условно говоря, красный хороший, свой там, я условно говорю Ага, понятно, так Не важно Вот, я просто к тому, что вот эти вот лозунги очень много, ну, экономят на всем На креативе в первую очередь, похоже, экономят И там и календари на пять лет, которые выпускают бумажные, знаешь, это не от большого ума Это, ну, представь себе, ты должна что, эту бумажку пять лет хранить? Она будет тебе пять лет служить, она из бумаги сделана, она из хорошей бумаги, но все равно Она просто по естественным причинам через год, условно говоря, пожелтеет, там, где-то подпортится, где-то еще Совершенно бессмысленная вещь Да надоест, в конце концов Да, на самом деле надоест, надо же менять в конце концов что-то в жизни Хотя бы, хотя бы календарь на столе То есть на креативе очень сильная экономия, и поэтому вот такие вещи, которые случаются, да, вот как случилось с этим плакатом Они, скорее всего, некое оживление вносят По крайней мере, надо кандидату сказать хулиганам спасибо, они на него внимание обратили А так бы, вот честно говоря, с таким лозунгом, я вчера как раз мимо него проехал дважды, ездил в Чепецк Вот, ну, это просто мимо, это просто информационный шум, не более того Вот я что хочу сказать Так что я вам спасибо должен сказать ребятам, которые хотя бы сделали что-то интересное из его пустоты Ну теперь полиция будет разбираться с этими ребятами, как я понимаю Ну, каждый год это происходит, каждый год полиция разбирается И, как показывает опыт, да, то есть установить лицо не удается Да и, собственно, что там, скорее всего, это какой-то мелкий пацаненок, которому дали там три рубля Он пришел ночью там с хорошей лесенкой, с красочкой и заработал три рубля И закрасил две буквы Закрасил две буквы Да, аккуратно, красиво сказать, закрасил, мне понравилось Этих шалостей, вот в кавычке слово шалостей возьмем, будет больше? Конечно, это каждая выбор бывает, просто не так обращаем внимание Сейчас, буквально, думаю, пройдет неделька, и мы просто потонем вот в этой информации Нам будет уже не так интересно, как сейчас Потому что вот случай, который был в Ленгасово, где изымали агитацию из ящика Я, честно говоря, с этим тоже сталкивался неоднократно И когда ее изымают там, вот, это бывало И, кстати, опять-таки, никто никогда никого не находит Это бывает на каждых выборах Другое дело, что с какой стороны это происходит, да, вот это уже интереснее То есть здесь вот, судя по тому, на те объекты, на которые пока эти первые, скажем так, покушения были Это оппозиционные, как он их называет, объекты То есть это интересно Если это так, то, значит, партия власти подошла с кулаками к этим выборам То есть пытается каким-то образом бороться А пусть не лезут А пусть не лезут? А пусть не лезут, да Может быть и так Это предположение Из этого, Николай, можно сделать вывод, что партия власти и кандидаты от партии власти боятся своих соперников? Они их не боятся, почему? Нет Почему, что значит боятся? Они с ними борются, они с ними соревнуются, в том числе не очень дозволены приеме Но я, как человек, проведший много времени на футбольном поле, знаю, что иногда Подножки? Подножка, иногда очень хорошая вещь, тактическая такая, чтобы никто сильно не пострадал и чтобы подальше от своих ворот Я уже в защите играл, поэтому это нормальный арсенал Это говорит о том, что, если мы уже так предполагаем, ну это предположение, конечно, говорит о том, что партия власть серьезно относится к этим выборам, чтобы про него не говорили То есть заинтересована в том, что вы выбираете? Заинтересована в том, что, видимо, полагают, что выборы сложные, надо работать всерьез У вас, вот, из околовыборных историй есть что-то, что вас удивило и было для вас неожиданным? Нет, ну, я думаю, ни одного меня, вот эта великая история с пачкой газет, которая, судя по всему, была единственной, да? И которая была распространена тут по соседству, недалеко от вас Мы имеем в виду газету очерняющую, там ряд кандидатов, да? Ну, она называлась там «Версия по Волжье», там, кстати, там были не кандидатов, а очерняющие, обратите внимание Там очень интересная штука Людей, которые стоят за кандидатами Вот, вот И на самом деле этот вброс очень интересен тем, что это как бы такой конец сказки про нашу многопартийную систему Там ведь практически на партии наездов нет Там наезд на людей, которые стоят за частью этих партий Понимаешь? То есть газеты о том, что не надо делить кандидатов там на справоросов, ЛДПРовцев или единоросов А их надо делить на Гозмановских, Сураевских, Зыкинских, Курдюмовских, да? Чуринских, наверное, там не было их, но с той стороны И, во-первых, это правда Мы уже об этом много раз говорили, что как бы мне опять, вот я тогда вышел из студии, опять забыл Что партийность есть форма предвыборного существования финансово-промышленных групп, да? И что партийность это просто, ну, некий запутывающий фактор Человеку сегодня сложно, когда в одной партии состоят люди, которые до этого состояли как минимум во всех остальных Вот человеку, если он будет ориентироваться на название партии, то есть он может сделать выбор как бы на самом деле даже против этой партии получается Вот что интересно И поэтому эта газета как раз шла о том, что не надо обращать внимание на партийность депутатов А надо обращать внимание на то, чьи они, чьи вы хлопцы будете, кто вас в бой ведет Так Вот И, извини, просто, вот опять же, аналогия такая возникла, понимаешь, вот эти все Гозмановские, Чуринские, Сураевские, я думаю, господи, а ведь как раньше-то было Прокоповские, Дерингяевские, Гагаринские, Васенинские Понимаешь, тебе это напоминает случайно в то время? Ну, немножко, да Да, вот А на самом деле там наезда ни на кого нет Дело в том, что на этих выборах, по факту, да, если посмотреть на списки кандидатов То никто лично на выборы не идет В смысле? Все идут по чьей-то доверенности Ага А кто там лично идет? Ну, назови мне депутаты, которые идут лично Ну, разве что, ну, может, два-три человека можно назвать Там типа Дениса Ирохина, там, ну, условно говоря, можно его назвать Я думаю, в эфире ничего страшного не будет А вот, все остальные это чьи-то И хрен поймешь чьи Вот А вот эта вот газетка, как бы, она отчасти помогает понять Разобраться избирателям помогает Разобраться, да, нет, не избирателям Не избирателям? Не избирателям, а тем, кто вот там сидит Ну, газету просто разнесли, я так понимаю, в здании властного правительства, да? Потому что те, кто приехали к нам в область, они могут еще пока По наивности полагать, что в первой партии есть Подождите, они ведь есть А вот эта газета о том, что на самом деле это фикция На самом деле есть, опять же Люди Люди, причем, опять же, не просто люди, а Госбоновские, Сураевские Там кто еще? Разные группировки Разные группировки, да И причем, судя по тому, что эта газета была именно распространена в Сером доме То надо понимать, что вот эти фамилии, которые им названы Это вот как раз неправильные люди И вот за их кандидатов, за их аватарки, там, или как их ни назови, там Голосовать не надо Под какой бы личиной они не скрывались Подождите, а почему тогда адресат-то такой? То есть голосовать-то ведь будут обычные граждане Это значит, что газету должны были разнести по всем почтовым ящикам, нет? Это будут отдельные граждане, но ведь, извини, браки-то совершаются на небесах И чтобы случайно, совершенно, там, вновь приехавшие люди не стали поддерживать административным образом Кого-то есть кандидата И тех, кого не надо, да, мы же вам сказали, что это, извините Этот человек, он вон от кого Это враг Абсолютное зло Вот Что так? Я думаю так, что вот именно ради этого затея Не такая дорогая затея, но, в общем-то, понятная Потому что кто-то должен был это сказать То есть, когда об этом говорят люди, типа, меня, журналисты, безответственно, это одно А когда это уже кладется на стол первому лицу, это совершенно другое Кто должен был сказать, что вот эта фикция, она как бы уже дошла до предела партийная То есть, на самом деле, в этом году, вот этот компот в каждой партии, он просто беспредельный И вот эти все переходы там уже довольно-таки серьезных людей, которые были в этом году, об этом говорят Это мы имеем в виду сейчас Ну, в том числе, да В том числе, да, уход там КМК, да И опять же, оба тебе, моя сама ведь, Надежда Васильевна, не участвует в выборах Мы ее фамилию упоминаем, 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 а она, ты не участвует в выборах, понимаешь? То есть, там уже нет, вот первых лиц уже нет По-моему, вот в городской думе последнее первое лицо уйдет вместе с этим созывом, это Валерий Васильевич Крепостнов А потом уже все будут только чьи-то И на них надо ставить, вот как тимуровцы, звездочки на домах ставили Или там, погоди, в Варшаломевской ночи, как-то у генотов Ну, крестиком, по-моему, как-то помечали Не помню, да, потому что тоже гугенота от католика не отличишь То есть, надо пометить И здесь тоже одного единоросса от другого не отличишь, надо пометить Вот их пометили Это как-то скажется на результате на итоговом? Что мы можем вообще прогнозировать? Понимаешь, вот судя по тому, как это уже вот Вброс этот освещался уже вторично, освещался второй волной восьми Это уже заработало, да, то есть там 11 телеграм-каналов очень известных Уже там начинают квесты, там найди людей Гозмана Понимаешь, вот эта фенька, она уже пошла, пошла в работу Я думаю, что это не последний раз Когда конкретно уже там были названы враги А здесь должны быть названы их подельники То есть, они уже будут называться вторым этапом для массы Что не верьте, этот человек только прикрывается красным знаменем А на самом-то деле под радужным ходит Не в районном, а знаменем Понимаешь, вот это пойдет вторым этапом И до людей уже доведут, что вот у нас все вокруг Сплошной балаган А правильные люди, это вот такой-то, 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 такой-то За них надо голосовать Ну пока, по крайней мере, не очень понятно, за кого надо голосовать Потому что мы не видим, мы не видим ничего Еще пока даже регистрация не закончилась Еще пока люди ходят там в таких непонятных статусах Вот То ли кандидаты, то ли не кандидаты Вот А так как вот мы еще по весне говорили, что в связи с тем, что денег у людей стало меньше Поэтому в этот раз выборы будут по срокам абсолютно честные Вот начало агитационного периода А вот мы и начнем Не так, как раньше начинали За полгода Да, вот сейчас начнем Вот А ты говоришь, что вы про выборы поговорили Это если мы говорим про агитацию, которая там наглядная и видна избирательная Нет, нет, погоди, мы говорим сейчас Те, кто зарегистрировались, они уже могут начинать агитацию там наружную Там могут раздавать свои эти Флайеры, извините Ну, неважно, флайеры, календари, какие-то брошюрки, блокноты А это в средствах массовой информации и в социальных сетях Это я про наглядную часть А есть еще часть материальная, про которую вы в самом начале сказали Когда рассказывали про какого-то кандидата, который ходил и фиксировал недостатки окружающей среды Вот этого будет в этом году много или нет? То есть это реальные дела От этого никуда не деться по одной простой причине Смотри, обычно все-таки у нас выборы проходили Вот когда еще партии были, различались, да То выборы шли на противопоставлении Что вот единороссы пять лет последних ничего не делали Мы придем и все будем делать Соответственно, единороссам приходилось, условно говоря, в избирательный период Показывать, что они что-то делали Что мы что-то сделали В этом году в связи, в том числе, с изменившей ситуацией С той же специальной военной операцией Понимаешь, как бы вот это противостояние межпартийное, оно вылетело из рук Никто не может наезжать сейчас на единую Россию, которая взяла на себя Извините, всю основную заботу по проведению специальной военной операции Главное подспорье Владимира Владимировича Путина Нельзя, надо искать что-то другое И, соответственно, сразу повышается в цене Вот это все наше ЖКХ, все вот наши эти дорожные дела Это все сразу повышается в цене И как я заметил в этом году Не только уже... Вы имеете в виду, когда говорите, повышается в цене А как аргумент выборной кампании Очень важно сработать на этом, больше не на чем О том, что плохие единороссы в этом году не сработаешь Понимаешь, потому что, во-первых, они хорошие получаются Во-вторых, и вы-то с ними все вместе голосовали хором Единственная партия, которая может каким-то образом критиковать Единую Россию Это партия Родина И то только с той стороны, что, может быть, вы недостаточно патриотичны Понятно Понимаешь, о чем я говорю Вот, но про Родину пока неизвестно Будет она допущена или нет Соответственно, вот эти вот вещи Ходить с фотоаппаратом и фиксировать И писать заявление как можно больше Это уже пошло, потому что это аргумент, который может сработать Что мы не только обещаем, что мы уберем этих линий рентяев из Думы И сами начнем работать А мы тоже, вот, несмотря ни на что, все вот за вас тут боремся и бьемся Это будет чуть больше, чем обычно Но дорогих проектов я не жду Вот, знаешь, такой раздача слонов Которая иногда бывала на выборных кампаниях Там, в том числе, вот, прошлогодних Думу В закон собрания То есть Такой раздачи не будет по причине уменьшения общих ресурсов То есть финансов нет? Они есть Но их мало Поэтому, конечно, да, будут ходить с фотоаппаратами Писать письма в прокуратуру Уже сейчас мы же видели там историю Там с той же Ливневкой у дома, где затопляло там Что там вот прежний депутат там столько лет ничего не мог сделать А тут вот кандидат, фамилию не назвали, но женщина, но я знаю, кто это Вот, она пошла и тут же все решила И тут же все приехали Там ГДМСники Она молодец Между прочим, она на самом деле молодец, я ее просто хорошо знаю Единственное, что меня удивило Этот человек, как бы, никогда не был специалистом по... По ЖКХ? ...желухохозу, да Вот, видимо, тоже выборы заставляют На одной повестке патриотической Единой России тоже не уехать Потому что еще к тому же к сентябрю уже, вот, понимаешь, тот пик Есть определенная усталость, да Да это она просто естественная психологическая усталость Человек не может находиться в таком состоянии долго А здесь уже пять месяцев, собственно говоря, дело-то идет Вот, поэтому на одном этом не увидишь Без малых вот этих дел никуда не вылезти Будут ли обещания какие-то? Ну, обещания мы уже видим Как без этого? Это, ну, это чуть ли не главная часть, мне кажется, любой программы Надо что-то пообещать Ну, обещают, конечно, уже обещают А люди вообще покупаются на это или нет? Вот как на избирателя это работает? Я не знаю, как это работает на избирателя Ведь это зависит, понимаешь, на самом деле, вот такие не сильно масштабные выборы, да Где небольшая масса людей, где ты оперируешь там Ну, что там у нас избирательный участок, сколько там тысяч? Тысяч двадцать? Угу Тысяч двадцать, да, из них на выборы придет там тысяч шесть Соответственно, ты оперируешь с людьми Вот там очень это зависит от того, как ты сможешь с ними наладить контакт Это совсем другая немножко история А для налаживания контакта просто наглядной агитации недостаточно То есть нужна личная какая-то встреча Ну, есть определенные правила там, да И там семи там контактов, одиннадцати контактов Разные есть версии, разные правила есть Но дело в том, что самый эффективный способ Это так называемый от двери к двери, да Он на самом деле самый эффективный То есть это ножками надо обойти все квартиры? Ножками надо, топать ножками Берутся большие многоквартирные дома И топаешь ножками там Восьми из десяти квартир тебя посылают Вдвух с тобой говорят Ну, те, кто с тобой говорят, они придут за тебя проголосуют Я условно говорю То есть к этому надо добавить там других касаний, скажем так Говорят, этими терминами Вот А в итоге же В итоге же есть еще такое классное понятие Как принцип конечной неопределенности любой рекламной деятельности Так, что это значит? Вот Ты можешь сидеть со своим штабом Очень умным, мозговитым Просчитывать все это, просчитывать Это может не сработать по неизвестной тебе причине Поэтому гарантии Гарантия от беременности не дает даже полное воздержание Понятно Как показала она библейская история Вот Нет, на самом деле, конечно, я утрирую На самом деле все работает, все работает Но все должно быть в меру Все должно быть точно И извини, с такими лозунгами, как все говорят, мы делаем Который сам по себе всего лишь говорение Понимаешь, когда этот лозунг произносишь, ты его как раз говоришь Это уже внутренние противоречия Вот С такими, конечно, далеко не уехать Главное, на самом деле, показать, что ты реально умеешь что-либо делать Донести это до людей Конкретно до тех, кто придет к тебе на выборы конкретной твоей аудитории Вот И посмотреть, что делают другие Чтобы, условно говоря, контрпропаганда тоже работала правильно В нужном направлении Если все это хорошо организовать, то эффект будет Сейчас преждевременно говорить О том вообще На какие, скажем так, результаты рассчитывают разные политические силы Или можно уже? Почему можно? Можно понять Вполне абсолютно понятно, что партия Единая Россия Она рассчитывает на то, чтобы получить половину голосов плюс один Это программа минимум, на которую они нацелены Это понятно, потому что иначе будет скандал большой То есть у них определенная нацеленность есть Соответственно, все это понимают И другие партии это понимают У остальных партий, значит, оставшиеся 17 голосов Надо таким-то образом поделить Там кто сколько планирует Некоторые уже указали, что мы там троих хотим Некоторые указали, что нам одного хватит Есть такие, то есть Ну мы же общаемся все равно со всеми А предполагать, что с Единой Россией Вот ее план не сработает А вот теперь мы возвращаемся к тому, с чего начали Потому что я хочу просто где-то недавно я прочитал, что в Кирове понятие партия власти И Единая Россия, они есть одно и то же То есть главное, чтобы вот из этого количества Сколько у нас там? Восемь уже партий документов подали Что вот из этих восьми партий Правильные депутаты, не помеченные звездочкой Составили большинство в этой думе Понимаешь? Вот в чем план То есть партия власти должна победить Не факт, что Единая Россия То есть Единая Россия наберет 17 голосов Но кто-то из тех людей, которые прошли по другим партиям Будет голосовать с ним вместе Получается такая Получается большинство Получается коалиционное большинство Скажем так Это просто английский парламент какой-то Извините Все средства хороши Ладно, будем ждать, что будет происходить на этом фоне На фоне выборов в городскую думу Еще про губернаторские выборы пару слов хотела сказать Но я так понимаю, что у Александра Соколова Ярких соперников один Ну такой прям очень яркий, да Многоговорящий, громкоговорящий Это Сергей Мамаев Да, Сергей Мамаев Тоже зарегистрированный кандидат Пять всего, да У нас получается партийных кандидатов И еще двое, по-моему, самовыдвиженцев Нет, у нас те, которые самовыдвиженцы Насколько я понял, уже не стали сдавать А, документы То есть у нас осталось, по-моему, пятеро Но их еще проверяют Зарегистрировано только двое Вот, ну мы тоже об этом уже говорили Кажется с тобой Безусловно, Соколов идет на победу На победу убедительную И чтобы этих вот сомнений каких-то не было Вот как раз браки, которые совершаются в небесах Все было не только в Кировской области Вспомню тоже Морел Где вообще коммунисты не пошли на выборы Для того, чтобы, ну не создавать Там сильные очень компартии позиции Вот, поэтому запустили Допустили до битвы только тех Кто комфортно позволит Соколову победить Я думаю, не менее 60% А может быть и преодолеть наконец-таки рекорд Никиты Юрьевича Белых Какой? А он где-то под 70% получил На своих выборах Ну он один раз избирался Один раз его назначили Вот, то есть Ну вот комфортная победа Без всяких там намеков на какие-то вторые туры Или что-то еще Это мне кажется понятно И все для этого делается Причем на самом верху То есть даже если брать там Вернуться к слову партия К руководству наших партий То ясно, что это проговаривалось С руководством федеральным А зачем тогда вообще выборы проводить Губернаторские? Если так все понятно Я вот тут читал Это же трат, наверное, бюджетный, нет? Ну, они заложены в бюджет Это нормально как бы Слушай, мы раньше все говорили На выборах экономить нельзя Да, вспомни сам Ну конечно Конечно, на демократии экономить нельзя Вот не экономят Сейчас такая большая дискуссия У московских политологов идет На одном из каналов Но это как ее верх Такие же работники Меча и топора Вот Насчет того, что не честнее Или правда отменить выборы И, соответственно, так как Если их отменят То все эти работники Останутся Без работы Без работы Ну, по крайней мере На уровне губернаторских выборов Вот Ну, там такая Что интересно В дискуссии Обе стороны признают Что вот нынешняя выборная кампания Это уже исключительно Такое референдумного типа Беспроблемные выборы И как бы можно и отменить И деньги сэкономить Да, с одной стороны Но, с другой стороны Как бы такая все-таки Преобладает мнение Что пусть хоть какие-то Да, останутся Ну, я понимаю, что Чисто профессиональное мнение Что хоть что-то Да Заработаем У нас тоже работают федералы Так бы мы Нельзя же Филисовать контрактов Приезд крупных федеральных чиновников Вот сейчас в Киров Недавно буквально Министр транспорта На прошлой неделе Здесь побывал Тоже пообещал Много хорошего И новое оборудование Для Победилова Объездную И тоннель Под переездом В Нововятск Это вот такая поддержка Для Александра Соколова Или это что? Нет Или это совпало Может быть Здесь, безусловно Есть и поддержка Соколова Я посмотрел По другим регионам Где вот В Рио будут избираться Там тоже часто К ним приезжают министры То есть это стандартная практика Это довольно-таки Нормальная стандартная практика А во-вторых Это еще совпадает с тем Что сейчас как бы Из федерального центра Делается большой акцент На вложении денег в регионы Чтобы не допустить Резкого падения уровня жизни То есть вот такого рода Инфраструктурные проекты Которые привлекают деньги Соответственно много создают Добавочные стоимости Рабочих мест там и так далее Но регион на это Свои деньги не тратит, да? Регион свои деньги не тратит Но делается это все в регионе Силами людей Деньги-то остаются в регионе Такие инвестиции государственные Получаются Которые дают как бы Очередной Это свой следующий круг Уже дают Для региона Это То есть здесь совпадение Что одновременно Идут выборы И одновременно Идет эта политика По накачиванию регионов Деньгами По поддержке То есть там не всем поровну Не всем сестрам по сельгам Понимаешь? Ага К какому региону К какому региону Сколько и на что То есть надо бороться еще за эти деньги Ну скажем так Надо убедительно просить То есть под конкретные проекты Чтобы сейчас Дело в том, что Вот такого-то разбрасывания деньгами Как если вспомнить Узасочинскую олимпиаду Да Ну просто миллиарды неизвестно куда исчезали Сейчас это уже недопустимо Понимаешь о чем я говорю Да И понимают и там вверху тоже Ну конечно Надо рачительно Подходить к вопросу Под жестким контролем Под конкретные проекты За конкретные суммы То есть условно говоря Если это стоит проект 4 миллиарда То 8 на него не дадут Сколько не проси, да? Ну да А будешь сильно просить Не дадут 4 Не раздражай Вот Так Поэтому Вот эти приезды министров И визиты Александра Валентиновича в Москву Они Я считаю, что это очень хорошо Я считаю, что очень хорошо Для региона Для региона Не важно Это подвыборы Не подвыборы Эти договоренности Они достигнуты Вот почему нельзя выборы отменять И кстати в том числе тоже Да В том числе тоже И опять же Если вспомнить Горемыку вчерашнего моего Этого депутата Который вечерком одиноко бродил Вокруг все девчата с парнями Да Помнишь, как ты песни Только я одна Да И он такой ходит с этим фотиком Грустный Грустный Конечно грустный Воскресный вечер Да Чем бы еще заняться Вот Но опять же Если выборы отменить Условно говоря То кто же будет Потом все эти агрессии Какие же депутатики Все это будут доделывать Ни в коем случае Нельзя отменять Это ну определенный Праздник для людей Понятно Ждем праздника Ждем федерального Какого-то Финансирования Я думаю Федеральное финансирование будет И это не Исключительно Конечно Еще раз На Кировской области Но благодаря тому Что у нас Вот в Рио Его надо избрать Хорошо и красиво Ой даже В Рифму заговорил В Рио красиво Вот У нас как бы получается Что мы В очереди Где-то ближе К началу К раздаче Где-то ближе к раздаче Где-то ближе к кассе Слушайте А вот Кировская область Может претендовать На что-то большее Чем все остальные регионы В которых проходят выборы Учитывая там Грядущий наш юбилей Все-таки Дадут на него денег Или не дадут Или бесполезно Просить Или сейчас вообще Сложно предполагать Предполагать сложно Ну я думаю Что У нас же Погоди Сначала у нас говорили Сколько нам Миллиардов Ой Сначала очень много Страшно было подумать Да-да-да Потом где-то Это скукожилось Миллиардов По-моему до 12 Из этих 12 миллиардов Оказалось 9 Уйдут Зарытые в землю В виде труп Будут новых Да якобы То есть как-то люди Понимают Что эти трубы Не увидят Под землей То есть как бы Праздничное настроение Создадут Потом речь пошла Вообще про какие-то Миллионы Если я не ошибаюсь Вот Безусловно Я думаю Что там Первые цифры были Там порядка 40 Миллиардов Что-то говорили Да Последние были Порядка там 400 миллионов Я думаю Что безусловно На 650-летие Областного центра Все-таки Это дата И дата Значительная Если брать там Соседние города Там тоже Перм Или Юбург Так Помладше У нас будут Как бы Они же дают Вот Я думаю Что деньги будут привлечены И именно на те проекты Которые вот Преобразят город И которые будут видны Вот как в Нижнем Да Вот слушай В Нижнем прекрасно Отработали это 800-летие Вот И я думаю Что это обязательно будет И Это будет как бы Вот И Соколов этого добьется То есть Как бы Это у него А вы верите в это? Ну Во-первых У меня выхода нет Как не верить в это А в кого мне еще верить? Понятно На рекламу сейчас Убегаем Вернемся и продолжим Продолжаем выслушивать Особое мнение Журналиста Николая Голикова Все еще вокруг выборов Как-то мы танцуем Да И вокруг того Кто и что Под эти выборы потянет Но не только выборы Еще и юбилей Просто извини Я перебью У нас в конце Перед перерывом У меня не очень Может быть понятно Получилось Верите ли у Соколова Не верите ли у Соколова То есть я конечно Не тот человек Который знаешь как Верим там Сердцем голосуем Или что-то Я имел ввиду вот что Я имел ввиду Я верю в то Что для Александра Валентиновича Как бы вот этот проект Кирова 650 Это подарок такой Это как бы ему подарок Предвыборной кампании Да Это те вещи Под которые Можно привлекать деньги И делать вещи За эти деньги Делать что-то Что увидят Твои избиратели И твои подопечные Не вникая особо глубоко В реальные проблемы области То есть он может этим заниматься Уже сейчас на первом году И это будет одобряем А обществом И понятно Федеральному центру Вот я что имел ввиду Когда говорил Что я верю в то Что он этим займется И добьется Потому что это вот естественно Для него Вот если он приезжает Территорию Тут есть такая прекрасная Правильно сказал Для него это подарок То есть будет Все-таки В Кирове Что-то будет происходить И что-то будет хорошее Создаваться Что-то будет хорошее Да И постепенно Ну какие-то вещи Даже там Извини там Вплоть до гастроли Большого театра Это извини тоже немало Это уже приятно Для нашего регионального Маленького города Относительно маленького И кстати соответственно По этой гастроли Будет отреставрирован Драмтеатр В кои-то веке Сколько об этом Мы уже говорим То есть вот такие цепочки Они постепенно устраиваются Это хорошо Ладно Для горожан Хоть какой-то плюс И то хорошо Да Да То какие проекты будут Предложены Мы я так понимаю После первого сентября Уже увидим конкретно Потому что начнет как раз Работать вот эта программа 650 лет 650 дней до юбилея Дней до юбилея Это тоже вот знаешь Такие ассоциации Помнишь была программа 500 дней Ну конечно Здесь 650 дней Ой это что-то просто Прямо из 90-х Так вот Все говорят Мы делаем Это тоже оттуда Ань Все понятно Ничего Ничего не меняется С креативом Все истории Так или иначе повторяются Ладно Еще две вещи Которые тоже так Близко к выборам Да И обсуждаются Довольно активно В связи с тем Что меняется Ну вот такой вот Ландшафт политический Да Это история С Александром Чуриным И Дмитрием Осиповым Ну Разговоры активизировались В очередной раз О том что Председатель правительства Уйдет в отставку Кто-то пишет Что уже Вот И что Дмитрий Осипов Тоже наладят На выход Из городской администрации Вот вы Как считаете То есть это Такая история Ну не знаю Процедурная что ли Да То есть так и должно Случиться Это нормально Там после выборов Обновления состава Или это история Так больше политическая Нет Эти все истории Политические Но любая политика Она формальности Должна соблюдать Она основана На регламенте На процедурах По Осипову Мы уже говорили Дело в том что У Осипова контракт Кончается В день первого Создания новой думы Он просто автоматически Кончается А его продлить могут Продлить Нет То есть только заново Для того чтобы только Да он должен пройти Конкурсные процедуры Он может быть продлен В рамке В рамке ИО Исполняем До того момента Ранее будет новый конкурс Объявлен То есть в таком формате Что касается Александра Чурина И правительства Кировской области То многие почему-то С какого-то лешего Решили что приехал в Рио И сейчас всех отправит В отставку По процедуре Ну а почему Не с какого-то лешего Извините По процедуре А с приезда Игоря Владимировича Васильева Когда у нас Полностью поменялся состав У нас по процедуре Приезжает в Рио Так Если кто-то хочет уйти И не работать Он пишет заявление Об уходе Если он не пишет заявление Не выходит в Рио Продолжает работать Он продолжает работать Когда в Рио Становится губернатором Все правительство области Подает в отставку И он уже дальше Решает Кому-то подписывает Кому-то оставляется Свободной датой Кому-то что-то еще Но это происходит Уже после того Как он официально Принимает присягу Губернатора Становится губернатором В городе Вот тоже здесь Кто-то мне это сказал Даже чуть ли не на Думе Прозвучало Когда не стали назначать Помощников Тоже кто-то сказал Что вроде как Новая Дума придет И все пойдут в отставку Нет Там просто кончается Контракт у Осипова У всех остальных Все остальные Муниципальные служащие Работают как работали На своих местах На своих местах То есть вот это был Аргумент такой Что вы все равно Все уйдете в отставку Да нет Там другое Там нет вот этого То есть как бы А что касается Тех решений Которые Александр Валентинович Примет после того Как станет губернатором Если станет Подождите Еще выборы не состоялись Ну мы только что Сказали что станет Ладно Посмотрим Посмотрим Понимаешь Мы же когда Даем какие-то прогнозы Мы зачастую Под видом Каких-то таких Наукообразных Прогнозов На самом деле Просто свои желания Высказываем Я отлично понимаю Людей Которые хотели бы Чтобы Александр Анатолий Счурин ушел в отставку Он довольно-таки Много себе Врагов нажил За эти годы Пока работал здесь И работает пока здесь Но Решать-то все равно Соколов Понимаешь Соколов-то Пока еще К нему во враги Вроде не попал Насколько я понимаю Вот Так что посмотрим На мой взгляд Безусловно Конечно На такую Важную должность На мой взгляд Ему бы самому Ее занять В смысле Опять совместить Получается Да Пост губернатора В некоторых регионах На это и пошли Очень смеется Саратовской области Там же председатель правительства Встал в Рио Так И первая была его идея Совместить посты обратным Понимаешь То есть он отработал Председателем правительства Ага Потом он стал в Рио Так И первая идея была в Рио Первая мысль Что мы Должны совместить Эти посты обратно Что я буду и губернатор И Премьер-министр Молодец какой То есть он на зарплате Ведь экономит Я правильно понимаю Он экономит на зарплате И, во-вторых, он понимает, что все равно возникает... Противоречия? Некоторые противоречия, они есть. Они есть. И очень сложно найти человека, которому ты до такой степени на 100% доверяешь подписывать постановление правительства, что не контролируй его. Не сам, то есть, подписываешь их. Я сейчас вспоминаю просто, как у нас происходила эта процедура разделения и чем она оправдывалась, скажем так. То есть, нам же говорили, что большой объем работы, условно говоря, в том числе по выбиванию федеральных денег. Игорь Владимирович Васильев будет в Москве выбивать федеральные деньги для Кировской области, а Александр Чурин, чтобы процесс не останавливался, будет в Кирове подписывать какие-то важные документы, проводить совещания, еще что-то. Если объединить эти два поста, не получится так, что Соколов будет, извините, вынужден либо от одного отказаться, либо от другого? Ну, во-первых, ничего такого не произойдет, потому что даже если Соколов совмещает эти должности, у него есть как минимум несколько заместителей, в том числе первый заместитель, который во время его отсутствия уполномочен делать определенные вещи. Но во время его отсутствия они всегда. Разница есть, по чему-то. Он уехал на сутки в Москву, и за эти сутки, может быть, ничего не произойдет. Либо разница, когда человек с утра до вечера, и его канцелярия работает, минует твою канцелярию, и ты просто не понимаешь, что происходит в области. То есть вы за совмещение, я так понимаю, да? Вы за то, чтобы все вернуть обратно? В нашей области, я думаю, что это был бы оптимальный вариант. И так и было, собственно говоря, при всех губернаторах, вот до Васильева. А если учащийся, то губернаторство Васильева не показало себя таким уж запоминающимся эффективным. Надо признать, что, наверное, я отчасти из-за этого не надо было разделить посты. Надо было заниматься всем. Надо было заниматься всем. И ответственности за все. И ответственности за все. Ну, это, опять же, говорю, что это мое видение. Я думаю, что Александр Валентинович, наверное, мог бы поступить так. Тем более, что человек новый, либо ему надо своего председателя привозить, которого он знает. Но он постепенно подводит своих людей, они в курс дела входят. Ну, не знаю, на какие должности уже. А вот, либо можно, опять же, вот получить, может получить такой же тандем, как получился у Василия Васильева с Юриным. Остается у нас не так много времени, Николай, 4 минуты. Остается громкие уголовные дела, хотела с вами обсудить. Ну, понятно, там, да, по делу Владимира Быкова начался повторный процесс. Прокуратура почему-то протестовала решение условной приговора, я насколько понимаю, да. Да, протестовала она по делу Юрия Палюха, Никита Юрьевич Белых вновь вернулся сюда по делу Крика. Ну, слушайте, это вот какая-то бесконечная просто череда процессов. Ну, во-первых, Анне, это нормально вполне, что дело не заканчивается в суде первой инстанции. Это нормально. Так, так. То есть, и опять же, не факт, что суд второй инстанции апелляционный, там, ну, подала прокуратура там на Палюха, что не нравится условное наказание. Это ни о чем не говорит. Вспомни историю там с тем же любимым нашим покупателем Парка Победы. Это с Леонидом Гефаркиным, да, который сначала был осужден, потом апелляционные инстанции вообще был оправдан. То есть, вот эти все вещи, это нормальные судебные процедуры, да, они длительные. Ну, а что делать? Люди имеют право на апелляцию, в том числе, как и те, кого осудили, так и те, кто осуждал, так и те, кто обвинял и так далее, так и другая сторона. Вот это нормальные процедуры, будем посмотреть, это интересно. Вот, тут есть у всех свои мнения, да, вот насчет того же Юрия Палюха, например, у меня вообще мнение такое, что я, честно говоря, не понял вообще, за что его упекли, да. Я думаю, что он сам не понял этого. Так я думаю, что он не понял, да и Шульгин не понял. Шульгин, по-моему, так с этими словами, что я ничего так и не понял, он, по-моему, так это и закончил делать, все, воля божья. Вот, то есть там такие эпизоды, мутные довольно-таки и там, и там, но посмотрим, там, по-моему, тоже апелляция была по Шульгину-то, нет? Я вот, честно говоря, не видел. Я мог последить, но еще раз говорю, что не надо этому удивляться, и так и по делу Быкову не надо удивляться. То есть это стандарт. Потому что у Быкова было пять эпизодов, его по одному осуждают, по четверым его оправдывают. Следствие недовольное. Соответственно, следствие недовольное, то есть это как бы бросает тень на качество работы следователя. А следствие сейчас борется только вот за факт сам признания или за приговор тоже? Понимаешь, ведь по большому счету, по отношению к Владимиру Васильевичу, там, разница между восьмью годами, там, десятью, там, пятнадцать, ее никакой нет. Человеку 70 лет. Ему 70 лет, и какого бы он прекрасного здоровья не было, это все равно, что год, что десять для него, это очень серьезная вещь. А с точки зрения, опять же, вот, человека, который имел все-таки репутацию, то его даже и сажать не надо. Да он уже получил такой вот со всеми... Жирный минус. Такой жирный минус получил, что как бы, который перечислил достижения всей его жизни. А у него были разные достижения в жизни, в том числе и очень позитивные, понимаешь? Вот. Поэтому здесь разговор чисто идет о том, что как так? Почему его не признали, там, условно говоря, почему где Фаркин там сидит, его признали, а Быкова в рук не признают? Как может быть покупатель виновен, а продавец нет? Ну, если это продавец действительно, потому что Владимир Васильевич говорит, что он ни в чем не виновен. Что, типа не он продавец, тогда должен быть продавец все равно. Кто-то должен сесть, да? Тогда, Владимир Васильевич, скажи, кто? Вот сейчас идет суд, скажи, кто? Мы к нему сходим, понимаешь? Потому что, извини, там, из мира животных сучка не захочет, кобель не заскочит. Но это из мира животных, ни одного матерного слова, извини. Так. То же самое здесь, нельзя купить, если тебе не продают. Понятно. И, соответственно, если ты купил несправедливо, значит, ты и продал несправедливо. Вот они оба должны быть. Поэтому здесь много таких моментов. Но это нормальная практика. Я не вижу вот в этом повода каких-то сильных разговоров, громких. Дело Никиты Белых, дело Крика. Пониките Белых. Это история с тем, что он отказался, как я понимаю, по его инициативе это было, он отказался прекращать дело. Он отказался прекращать дело, потому что он хочет, чтобы все было с самого начала до конца проговорено и опровергнуто. Потому что если тут часть, которую ему не инкриминируют, ее не будут обсуждать в суде, то не очень будет понятна часть вторая, которая там, ну, вторая статья. Вторая статья. Вторая статья. Там злоупотребление и превышение должностных. Поэтому он настоял на том, чтобы прослушали все сначала до конца. Потому что, я говорю, при всем моем не самом добром отношении к Никите Юрьевичу, в данной истории, вот я вижу еще меньше криминала, чем в истории Киров-Леса. И всех остальных. Которые называть не будем. Поэтому Никита Юрьевич совершенно прав, что это должно быть прослушано с начала до конца, все документы с начала до конца, чтобы вся вот эта логическая цепочка его действий была абсолютно ясна. Чтобы все это было опубличено. Чтобы все это было опубличено, и чтобы судья понимал, почему делалось то-то, 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 и почему в такой последовательности. Двадцать секунд. Будем посмотреть, в общем, да? Спасибо большое Николаю Голикову, журналисту. Программа «Особое мнение» на этом заканчивается. Если не успели с вами обсудить ни НТО, ни капитальный ремонт, все впереди. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM